Коллеги, в этом видео мы с вами поговорим про электронно-торговые площадки. Электронно-торговые площадки делятся на федеральные и на коммерческие. Согласно распоряжению правительства Российской Федерации 2488-Р, утверждено всего 6 площадок для реализации государственного имущества. Сейчас вы видите эти электронные площадки у себя на экране. Итак, первая площадка. Седьмое. Федеральная электронно-торговая площадка «Текторг». Восьмая. Электронно-торговая площадка группы «Газпромбанка». Коллеги, как вы успели заметить, на экране вы сейчас у себя видите не 6, а 8 площадок. Именно на 8 площадках у нас проходят торги по приватизации, хотя по распоряжению правительства Российской Федерации их всего 6. На всех площадках нас интересуют секции «Имущественные торги» и «Приватизация». Коллеги, мы с вами находимся на электронно-торговой площадке «Сбербанк АСТ». Сейчас я вам покажу, как искать лоты на этой площадке. Нам необходимо нажать «Продажи». Далее. «Приватизация», «Аренда и продажа прав». Далее. «Процедуры», «Реестр», «Процедур», «Лотов». Далее мы смотрим все объекты, которые нам высветились. Если нам нужно выбрать объект по региону, то нажимаем «Добавить», «Изменить». Здесь мы выбираем регион. К примеру, возьмем Томскую область. Выбираем «Томская область», «Выбрать», нажимаем «Поиск». Сейчас у нас в городе Томске найдено 15 лотов. Причем, как вы видите, здесь пишут «Не состоялось», «Состоялось». Активных сейчас нет. Если бы были здесь активные, то здесь было бы написано «Прием заявок». Далее, коллеги, как нам посмотреть, что это за имущество? Нажимаем «Просмотр» и нам полностью открывается вся информация. Здесь мы видим «Не состоялось», так как нет заявок. Файл с описаниями. Также мы здесь с вами можем найти документы. Так мы с вами делаем и работаем на каждой площадке. Как работать с каждой площадкой, видео будет у вас приложено к уроку. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...